Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на каждодневной основе мы размещаем, постим большое количество аналитического контента, как дополнительная информация для вас в принятии инвестиционных решений. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня в 14.00 по московскому времени состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагарта. Соответственно, евро точно поволотили сейчас котировки пары евро-доллар на уровне 1.07 и мы скорректировались по сути сопротивление 1.08. Хочу отметить, что я со своей стороны по-прежнему уверен в наличии потенциала для дальнейшего снижения евро, потому что цены на нефть продолжают расти, стоимость топлива, разумеется, влияет на инфляцию, инфляция влияет на потребительскую активность, а снижение потребительской активности это равносильно спаду и замедлению экономического восстановления. Плюс ко всему, много раз я уже употреблял термин «стагфляция» — это когда замедляется экономика на фоне высокого роста инфляции. Для еврозоны это сейчас очень сильно характерно, особенно после вчерашнего релиза по инфляции. Индекс потребительских цен в еврозоне достиг нового исторического максимума в 8,1%. Какая-то немыслимая цифра, потому что еще некоторое время назад, относительно недавнее время, регулятор ничего не мог сделать, чтобы хоть как-то приблизиться к целевому уровню по инфляции в 2%, тогда когда индекс потребительских цен находился в районе единицы. Цель по инфляции для Европейского центрального банка, так же как и для любого развитого региона, для регулятора развитой страны — 2%. Но мы прекрасно понимаем, что текущие условия, они, конечно же, совершенно иные. И сейчас регуляторы, ну, фактически искренне верят, что когда-нибудь инфляция вновь скорректируется в район 2%. Ну а мы пока остаемся реалистами и прекрасно понимаем, что до тех пор, пока на рынке сохраняются прежние проблемы с логистикой, с цепочками поставок, с дефицитом рабочей силы, которая провоцирует рост зарплат, пока периодически в отдельных регионах наблюдается потребительский бум из-за накопленной сверхликвидности в период действия пандемии, когда всем, по сути, раздавали деньги в качестве мер экономической помощи и поддержки. И до тех пор, пока цены на нефть не прервут этот восходящий тренд, не перейдут к снижению, не закрепятся ниже 100 долларов за баррель, инфляция будет расти. А значит, для нас такого рода явления, необычные, конечно же, это возможность правильно интерпретировать происходящее и делать вывод о том, как центральные банки будут бороться с этой высокой инфляцией. В отношении евро, конечно же, я хочу отметить, что раз инфляция растет, здесь действует такая же логика, как и в отношении любого другого центрального банка и региона, что нужно повышать процентные ставки. По идее, по классике экономической теории, рост процентных ставок должен был бы привести к укреплению курса евро. Это все так, друзья. Но, опять же, я хочу отметить, что буквально две недели назад, когда Кристин Лагарта анонсировала повышение процентной ставки, это было настолько неожиданно, что рынку достаточно было вот этих лишь комментариев. То есть трейдеры предпочли не ждать фактического решения по росту процентной ставки, а заранее все заложить в курс европейской валюты. Поэтому евро очень сильно вырос, по сути, с уровня 1.04 до отметки 1.08. И, на мой взгляд, вот это решение потенциальное, поднять ставку с отрицательной территории до нуля, оно уже дисконтировано в курсе европейской валюты. Дальше евро вряд ли сильно вырастет или вообще не вырастет. Поэтому я спокойно смотрю на происходящее, поскольку уверен, что евро, скорее всего, начнет корректироваться так быстро, как начнет расти курс американского доллара, а до роста, возобновления бычьей динамики индекса американской валюты, все меньше времени, потому что все меньше дней остаются до заседания Федрезерва, когда будут приняты решения по росту процентной ставки и началу сокращения баланса, то есть запуску программы количественного ужесточения. Поэтому по евро в приоритете сделка шорт. По другим отчетам сегодняшнего дня в 17.00 АСМ в производственном секторе США, релиз, который может оказать локальную незначительную поддержку для американского доллара, но я заранее даже предлагаю вам не интерпретировать эти отчеты как фактор поддержки для доллара или, напротив, негативный фактор для доллара. Смотрите чуть-чуть вперед, сразу же на заседание Федрезерва и используйте каждый отчет, который более-менее значим для рынка в целом и для регулятора, как аргумент для Федрезерва за повышение процентной ставки или за то, чтобы все-таки снизить накал страстей и допустить, точнее анонсировать менее агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Я думаю, что в конечном счете ФРС останется уверен своему текущему плану по росту ставок и вытащит индекс доллара, но не сейчас, друзья, а только лишь после заседания американского регулятора. Также в 17.00 сегодня еще заседание Банка Канады, в ходе которого будет повышена процентная ставка с вероятностью 100%. Сейчас она находится в Канаде на уровне 1%, поднимут ее, скорее всего, до 1,5%, то есть шагом 50 базисных понтов. Мы ранее уже заработали на канадском долларе, когда протестировали поддержку 1,27%, сейчас котировки по паре доллар-канадец 1,2663. И я рекомендую, друзья, всего не рискнуть, поставить на снижение пары, на укрепление канадского доллара и на тест уровня 1,26% с потенциалом снижения в районе отметки 1,2550. По другим финансовым активам, нефть 115,86, мы идеально с вами отработали сценарий роста по этому инструменту до 120 долларов за баррель, после чего началась коррекция. И хорошо, я, соответственно, продолжаю искать точки входа на уже повторный перезаход ланги. И если рынок в ближайшие часы или, ладно, торговые сессии умудрится скорректироваться ниже 115 долларов за баррель, я, конечно же, снова куплю с прежней целью 120 долларов за баррель и, может быть, даже еще выше. Те из вас, друзья, кто не фиксировался после того, как мы достигли целевого ориентира в 120 долларов за баррель и сейчас на коррекции озадаченной, что будет дальше, хочу обозначить вам новостной фон, который по-прежнему остается исключительно бычьим для рынка нефти. Во-первых, это перспектива роста спроса на нефть со стороны Китая, ведущего импортера углеводородов в мире на фоне смягчения ковидных ограничений. Второй фактор – это начало сезона активных автомобильных поездок в Штатах, который совпал с беспрецедентным дефицитом предложения на внутреннем рынке. Есть еще такой фактор, как рост геополитической напряженности в Вормусском проливе после того, как Иран арестовал несколько греческих судов. И это позволило участникам рынка прикинуть, что при таких инцидентах вероятность диалога между США и Ираном снижается, а значит снижается вероятность возвращения Ирана на глобальный рынок нефти, возвращение той нефти, которая могла бы решить проблему дефицита предложения, которая продолжает расти. Страны ОПЕК в мае выполнили соглашение по росту нефтедобычи, увеличив производство только лишь на 170 тысяч баррелей, в то время как должны были на 400 тысяч. Это, друзья, доказывает тот факт, что в принципе поддержку для продавцов со стороны ОПЕК ждать сейчас не приходится, потому что страны ОПЕК предпочитают не делать ничего или, напротив, делать все, чтобы сохранять цены на высоких значениях, которые позволяют им получать сверхприбыль. И главный фактор роста нефти – это, конечно же, эмбарго на поставку российских углеводородов морским путем, которым приходится две трети всего объема российского экспорта в страны Европейского Союза. В целях обеспечения энергетической безопасности отдельных стран ЕС все-таки пока что решили оставить, сохранить в силе возможности поставки через трубопроводы. По мнению Еврокомиссии, до конца этого года зависимость, ну, может быть, она и останется, по-прежнему очень высокой от российских поставок, но принудительно ЕС все-таки сократит объемы закупок на 90%. Пока что это решение только лишь политическое, оно не оформлено никак на бумаге, но сегодня, друзья, этот документ может обрести полноценную силу, и, скажем, сегодня его потенциально обрамят вот в этот закон, который необходимо будет соблюдать. Поэтому я рассчитываю на то, что сегодня на рынке нефти будет снова повышенная волатильность, контролируйте риски. Индекс доллара 102 пункта. Вчера состоялась встреча Джо Байдена и председателя ФРС Джерома Пауэлла в Белом доме, в ходе которого обсуждались действия американского регулятора по борьбе с инфляцией, которая начинает напрягать всех уже американцев, очень сильно беспокоить, потому что цены растут на все, и это бьет по карманам рядовых американцев. Ну, мы знаем, какие меры ФРС может принимать, это повышение ставки, сокращение баланса, вот все об этом говорил Пауэлл, это то, что нам уже и так известно. Байден отметил, что ФРС полностью независим и дает им, опять же, полный карт-бланш, действовать как угодно, но снизить индекс потребительских цен. Я увидел в этом, друзья, намек на то, что ФРС, начиная со следующего заседания, может стать даже еще более агрессивным в плане ужесточения монетарной политики. Поэтому, как ранее отмечал, ждем само заседание, и там уже готовимся снова покупать индекс американского доллара. Будет ли инфляция расти в США? Конечно же, будет, потому что в мае стоимость топлива выросла на 15%. Стоимость топлива напрямую влияет на индекс потребительских цен. Поэтому я допускаю, что 10 июня, когда выйдет отчет по инфляции в США, мы увидим значение индекса потребительских цен в районе 9%. Это будет максимум за 50 лет. Впоследствии, возможно, увидим даже и уже двузначные уровни по показателю инфляционного давления. 102 пункта по индексу доллара. Ждем заседания ФРС. Возможно, умеренный рост последует еще до заседания Федрезерва. Но пока что я использую этот период до заседания ФРС, обращая ваше внимание на возможности заработать в рисковых инструментах, покупая их. Поэтому по австралийцу, напоминаю, цель 0.7162, точнее цель 0.73, сейчас котировки 0.7162. Сегодня вышли данные по ВВП, которые оправдали ожидания экспертов. Хорошие цифры в квартальном выражении показатели выросли на 0.8%. Это еще одна возможность, еще один документ, чтобы Резервный банк Австралии повышал процентные ставки. СНП 4138 пунктов. Ждем 4300 пунктов. Все также без изменений. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.